Каждому из нас уходящий год запомнился яркими событиями, новыми знакомствами, невероятными открытиями. И в преддверии Нового года я, Дарья Спиридонова, предлагаю вам взглянуть на уходящий 2012-й моими глазами. Немногие новочебоксарцы знают, что в нашем городе есть железнодорожная станция. А те, кто о ней слышал, не очень хорошо представляют себе, чем она занимается. Вместе с тем, в этом году исполнилось 50 лет с того момента, как на станцию Новочебоксарск прибыл первый грузовой поезд. Я не упустила возможности познакомиться с сотрудниками станции и узнать, чем она живет. Сегодня коллектив станции составляет 25 человек. Пять из них – молодые специалисты, работающие дежурными и приемы с датчиками. Станция Новочебоксарск-Горьковской железной дороги перевозит только грузовые поезда и такие же вагоны. Согласно графику движения, поезда следуют по маршруту Канаш, Траке, Цивильск, Разъезд 38, Мишлей, Чебоксары-2 и Новочебоксарск. Будь внимательно осторожен, маневровый локомотив с вагонами выезжает на четвертый свободный путь. Что же касается юбилейной даты, 50-летие работники железнодорожной станции Новочебоксарск отметили в по-семейному теплой обстановке, в кругу коллег. Праздник стал замечательной возможностью встретиться, вспомнить прошлое, поговорить о предстоящих планах. Удивительным как для меня, так и для моих коллег стал еще один юбилей. Столетие в этом году отметила жительница нашего города Таисия Бажина. Женщина родила и воспитала четырех сыновей, старшему из которых сейчас 80 лет. В числе родственников юбиляршей были долгожители, однако близкие Таисии Михайловны считают, что силы ей даны свыше. Благодарность за то, что всю жизнь она бескорыстно помогала людям. В 2012-м я узнала и рассказала вам о деятельности Новочебоксарского отделения Союза ветеранов Афганистана. Именно оно уже много лет представляет интересы тех, в чьих душах навсегда остались события той войны, кто прошел ее дорогами. Интересы семей погибших и пропавших без вести солдат. Напомню, 14 новочебоксарцев из 484 не вернулись в родной город. Различными наградами были отмечены 123 человека. Несмотря на то, что Новочебоксарск еще достаточно молодой город, земля, на которой он стоит, имеет давнюю историю. Эти места были заселены с древних времен. Известны Ельниковское городище на территории Ельниковской рощи, городище раннего Железного века на правом берегу Цивиля, около очистных сооружений, Яндашевские стоянки, курганы Бронзового века возле Яндашева, Толиковский могильник. Мы с вами находимся в самом устье Цивиля, в падении ее в Волгу. А вот чуть ниже, в 5-6 километров отсюда, где Цивиль делает такую большую петлю, вот на этом самом месте в 1926 году Смолин как раз и нашел знаменитую Яндашевскую стоянку. Вместе со специалистами, археологами я выезжала на те самые места, настоящие археологические памятники, чтобы дать вам возможность прикоснуться к истории. Вместе с вами мы следили за итогами работы городского отдела МВД, узнавали о самых резонансных делах, изучали уловки мошенников, чтобы впредь не попасться им на крючок. Стоит отметить, что сегодня в целях стабилизации криминогенной обстановки в общественных местах и на улицах города принимаются меры по внедрению современных и мобильных средств охраны правопорядка, уплотнению патрульных нарядов. В многолюдных местах Новочебоксарска расположены видеокамеры, из которых информация передается в режиме реального времени. Насыщенной была культурная жизнь города. Я, как и многие горожане, с удовольствием посещала выставки, организованные Новочебоксарским музейным комплексом. Свои произведения на суд зрителей представляли заслуженные художники Чуваши и Татарстана, мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. Возможность показать себя, к слову, была и у любителей, например, участников проекта «Всемирно неизвестные». Живопись, графика, фотография, произведения декоративно-прикладного искусства – все это осталось ярким пятном в памяти горожан. Выставочную деятельность года в музее завершила традиционная художественная выставка «Новочебоксарская палитра», которая прошла уже в 13-й раз и вышла за рамки городской. На этот раз в экспозиции были представлены произведения мастеров из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чукотки, Мариуполя и других. Стоит отметить и то, что наравне с профессионалами свои работы представляли любители, народные умельцы. Несомненно, выставка стала приятным подарком для горожан. Сейчас много говорят о том, что культура умирает, переходит в поп и переживает нелегкие времена. Но оглянитесь вокруг, и вы увидите, что культура жива и в России, и в нашем городе. Многочисленные выставки, концерты, яркие и интересные проекты, вызывающие живой интерес «Новочебоксарцев» тому подтверждение. Мы встретимся уже в следующем году, и я расскажу вам еще много важного и интересного. С наступающим!